В роте сто человек. Каждую ночь дежурят трое. Можно ли организовать дежурство, чтобы через некоторое время каждый единожды подежурил с каждым? То есть, чтобы каждый солдат ровно один раз с каждым другим оказался бы на дежурстве. Заметьте, пожалуйста, солдат может несколько раз ходить. Не обязательно один. Если рота сто человек, как нам сказано, то, разумеется, солдату придется не один раз ходить, пока он со всеми своими... Да, пожалуйста. У меня уже один солдат дежурил каждую ночь, пока с ним все не подежурят. А удастся так сделать? Чтобы он дежурил, пока с ним все не подежурят? Он должен всегда дежурить каждую ночь, а к нему не приходить два человека. Да, пожалуйста. А так нельзя сделать, потому что если каждый ночь дежурит один сочный, то остается 99 человек, которыми он должен все подъединить. 99 осталось, да и что? А 99 на пару недель, так как у нас три человека, то чтобы с этим человеком подежурил, каждый человек нужно пары, добавлять каждый раз по паре. А для нас будет на пару недель. Давайте, пожалуйста, быстро выгодите к досте и объясните. То есть, по сути, это правильно, но вы это достаточно путано. Говорите быстрее. Если у нас есть 100 человек, то... Выберем одного из них. Выберем одного из них. Останутся 99 человек, с которыми он должен подежурить. Да. А 90... Так как дежурят трое, то эти 99 человек, оставшиеся, должны... Каждую ночь солдат вместе дежурит с двумя людьми. Вот представьте, вы скажете, тот самый солдат, один из 100. С вами выходят в первую ночь какие-то два человека. Вот это вы, а вот эти люди, которые с вами вышли в первую ночь. В следующую ночь вы имеете дело... Еще двумя. Какое-то время прошло, вас опять отправили на дежурство. Вы опять имеете дело с двумя людьми. А теперь вопрос. Сколько же вам придется ночей сходить? Ответ. Кроме вас всего 99 человек. Значит, нужно будет 99 человек, разделить на 2. Но это число не целое. Договорились? Угу. Отлично. Теперь я чуть-чуть изменю условия задачи и напишу вместо числа 100, 101. Скажите, пожалуйста, а в таком случае можно или нет? Можно. Почему? Потому что если взять кроме одного человека всех людей, то получится то, что один человек... Получится 100. Да. Значит, каждый человек должен будет выйти на дежурство 50 раз. Да. Отлично. И что? И так получается, что если строить народу, то получится 50 раз. Ну, нет, спасибо. То есть, ребята, смотрите. Если у вас не получилось целое число, значит, уже противоречие. Но если вы обсчитываете и противоречие не видно, это вовсе не означает, что ситуация возможна. Вдруг есть какое-то противоречие, которого вы не заметили. На самом деле здесь ровно так дело обстоит. Недостаточно, чтобы для каждого солдата вот берете одного солдата и посылаете 50 ночей подряд его в дежурство, каждый раз придавая ему двух новых его служивцев. Одного солдата, то есть, что называется, обслужили. Оказывается, этого недостаточно. Если в роте 101 человек, составить расписание дежурства все равно невозможно. Объясните, почему? Если в ночь вышли три человека, то на самом деле три пары уже больше никогда вместе не пойдут. Вот представьте себе в ночь вышли из человека, значит ни этот с этим, ни этот с этим, ни этот с этим, вместе уже не пойдет. Так вот, скажите-ка мне, пожалуйста, сколько всего существует пар среди среди человека? Да? 50. Неверно. Если у вас ... Даже вопрос не помню. Даже вопрос не помню. Если у вас не 101, а, например, три, тогда пар три штуки. если четыре человека, то смотрите-ка, пар будет сколько? Шесть штук. Если пять человек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Для пяти человек десять пар. А теперь вопрос. Если людей 101, сколько пар? Пять тысяч пятьдесят пар. Скажи. Потому что число солдат надо умножить на число, которое на один и больше. Потому что каждый солдат один, поэтому из общего числа солдатов вычесть один в количестве солдат, сколько с кем подешевле каждый солдат. сказать, что десять это пять умножить на четыре пополам. Шесть это четыре умножить на три пополам. Три это три умножить на два пополам. И соответственно здесь ответ это сто один умножить на сто полам. То есть действительно пять тысяч пятьдесят тысяч. Вы правы. Спасибо. Вы абсолютно правы. Смысл очень простой. Когда у нас есть сто один солдат, то на картинке, ну я отказываюсь рисовать одну точку, но тем не менее достаточно много точек рисуем, берешь одного солдата и говоришь, что вот этих отрезков сто штук. Потом берешь другого солдата и говоришь, что отрезков тоже сто штук. Третьего отрезков тоже сто штук. Так получается сто один умножить на сто. Делить на два нужно потому что вот этот отрезок мы считаем когда считаем отрезки выходящие из этой вершины и его же мы считаем когда считаем отрезки выходящие из этой вершины. 101 умножить на 100 не делится на три. Если у нас всего 101 солдат то количество пар которые должны подежурить вот такое одно дежурство расходуется три пары и поскольку это не делится на три понятно почему не делится 101 не делится на три и 100 не делится на три поскольку это не делится на три то автоматически ничего не получается